Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Американская киноактриса, звезда немого кино, прославившаяся образами роковых женщин Нита Нальди, настоящее имя Мэри Нонна Дульди. Из рабочей семьи ирландского происхождения, отец покинул семью в 1910 году, мать умерла в 1915, оставив троих детей. Родилась 13 ноября 1894 года в Нью-Йорке. Мэри пришлось зарабатывать на жизнь самой. Она сметила множество занятий, попала вместе с братом на сцену, где они играли в Эдевилях, была Харийской на Бродвее. В 1919 году участвовала в Эдвил безумства Зигфильда. С этого времени поступала под псевдонием. Роль в фильме «Доктор Джекил» и «Мистер Хайт» в 1920 год, с участием Джона Берримор, привлекла внимание к актрисе. Она подружилась с Берримором. Он ласково называл ее Дюзе. Была выбрана Бласко и Баннисом на роль Донни Соль в экранизации его романа «Кровь и песок» в 1922 год. Эта роль утвердила Нальди Помплуа «Женщины вам». Позднее снялась в фильмах «Святой Дьявол» в 1924 год и «Кобра» в 1925 годах. Базировала топлес известному художнику Пинап Альберто Варгасу. На оригинальной картины Варгаса Нальди изображена топлес, но копии портрета, которые были опубликованы и широко распространены в 1920-х годах, были изменены с добавлением одежды, которая прикрывала верхнюю часть тела. После 1928 года не снималась, хотя опробовалась на роль в фильме «Паково звонит колокол» 1642 года. Сыграла более чем в 30 фильмах. Вышла замуж за Джона Сирла Барклая. Нальди снималась в двух фильмах во Франции и один в Италии, а затем ушла на пенсию. Несмотря на приемлемый голос, Нальди так и не сняла звуковой фильм. В 1950-х годах Нальди появилась в телесериале «Амнивус». Умерла в 1961 году от сердечного приступа. Похоронена на кладбище Голгофа в Нью-Йорке. Ну вот так вкратце о Нита Нальди, американской киноактрисе, звезде немого кино, которая прославилась образами роковых женщин. Данные из Википедии. Пока-пока. До свидания. Смотрим фотографии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин